Последние страшные события в Еленовке и взрыв барака с украинскими защитниками потрясли и ужаснули весь мир. И сейчас к нашему эфиру присоединяется правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Здравствуйте, Павел. Да, здравствуйте. Итак, наша страна потребовала немедленно направить в Еленовку представителей ООН, Международного комитета Красного Креста, а также украинского обмудсмена и сотрудников Центра помощи, пленным для инспекционной миссии. Скажите, чем важен этот визит прямо сейчас, чтобы по горячим следам и воочию все это увидеть? Понимаете, вопрос в том, что контроля же нет, и вот они вывесили списки, а кого именно они перевели в этот барак, что было в этом бараке на самом деле, то есть большой вопрос. И вот они в списке вывесили, да, а люди там же погибли, они же не дают, кого они туда переселяли, зачем они переселяли. И фактически они могут выдавать, да, мертвых людей, к примеру, каких-то заключенных, бойцов полководов или украинских военнопленных с других подразделений. Они могут просто там, к примеру, содержать в Лефортово в Москве, поэтому здесь необходимо всесторонне ограничивать. Скажите, а кто этот контроль? Кто должен был вести этот контроль? Международный комитет Красного Креста, ООН, который гарантировали сохранность и здоровье нашим бойцам, когда они добровольно покидали Азовсталь? Да, естественно, потому что именно по полномочиям комитета Красного Креста он занимается военнопленными. Это не политическая беспрестрастная организация, которая конкретно занимается доступом на Украине в лагере военнопленных, в лагере «Запад-1» Красный Комитет имеет постоянно. Точно так же доступ должен был быть организован и на временно оккупированной территории Украины. Но, к сожалению, мы видим, что доступ к комитету Красного Креста он не такой, как в Украине, и по ряду моментов он очень сильно ограничен боевиками и оккупантами. Стоит ли рассчитывать, что сейчас представители Международного Красного Креста смогут получить этот доступ? Вы знаете, я думаю, нет, потому что Российская Федерация во всех своих СМИ и через своих информационных агентов влияния уже заявила, что это Украина, что это намеренно было и так далее. То есть она не захочет давать доступ для того, чтобы ее же и обвиняли. Но со стороны Украины мы должны сделать все, предпринять все меры, чтобы они видели, что мы стремимся к объективному и независимому расследованию. Таким образом мы просто будем отбивать их обвинения в адрес Украины. Послушайте, Россия, ну это в ее традициях постоянно обвинять всех вокруг и не признавать своей вины. Но сейчас уже очевидно и для разведслужб, и для многих, что это был спланированный заранее теракт, и установки «Хаймерс» никак не могли обстреливать эти бараки, потому что это установка, где четко фиксируется ее геолокация и направление полета ракет. Если все же будет доказано, что это сделала Россия, какие могут быть последствия? Смотрите, это военное преступление, это первый момент. Второй момент. Я как правозащитник еще с 2016 года занимаюсь местами лишения свободы на временно оккупированной территории. Я знаю, что перед самой трагедией за сутки из колонии Еленовка в Калиновскую колонию в Орловске был отправлен этап с заключенными. С небольшим количеством, скорее всего, это те заключенные, которые на всякий случай каким-то образом договорили, чтобы сохранить себе жизнь. Потому что необходимо понимать, что с 2018 года так называемый в законе российский криминалитет взяли под контроль места лишения свободы на временно оккупированных территориях. И, скорее всего, те, кто знал, сотрудники администрации готовящейся операции, они этих людей просто отправили в другую колонию на время. Это первый момент. Второй момент. То, что произошло, это без сомнения военные преступления. Без сомнения. За военные преступления, а за конкретные военные преступления понесут наказание тех, кто их исполнял. У каждого военного преступления есть заказчик и есть исполнитель. Вот задача украинских спецслужб, общественных организаций, международных организаций того же Беллингкета установить, кто это заказывал, кто это исполнял, и привести этих людей к ответственности. Ну а в информационном плане необходимо показать все эти доказательства для того, чтобы в первую очередь украинцы и народ Российской Федерации еще раз увидели, кто именно ими правит, и что они делают, и чего для них вообще стоит жизнь человека. Павел, а как вы считаете, с какой целью был совершен этот теракт? Два момента. Во-первых, это естественно показательное вот такое казнение военнопленных украинских. Вы можете обратить внимание, примерно таким же образом они убили британского военнопленного. Но только там один человек, а здесь массово. Ну то есть они фактически вот таким образом говорят, что мы не виноваты, но вашего гражданина больше нет. Точно так они с украинскими военнопленными поступили. А следующий момент. У них очень сейчас плохое снабжение с местами лишения свободы на временно оккупированных территориях, которых уже осталось. Они же захватывают территории, и места лишения свободы увеличиваются. И особенно в Донецкой и Луганской областях на оккупированных территориях очень плохое. Снабжение заключенные бунтуют. И вот, к примеру, они бунтовали все это время. И также вот такое вот показательное зверское убийство, массовое убийство людей, оно таким образом по их задумке должно и бунты в местах лишения свободы остановить. То есть вот таким образом они просто пугают в том числе этих заключенных, потому что я знаю, что там они сейчас и еду туда не передают, там очень плохие перебои с едой. Ну, это я сейчас говорю за заключенных по уголовным статьям в том числе. Но вот они очень часто там устраивали бунты. Последний серьезный бунт был ровно год назад. Это то, что было известно, когда убили троих заключенных, конвоиры. И вот с начала войны эти зоны тоже бунтовали, особенно в Еленовке, потому что там сидят пожизненные заключенные. Павел, вы знаете, а еще складывается впечатление, что они якобы вот этими зверствами как бы испытывают всех нас, весь мир на некую прочность, прочность нашей морали, прочность нас как цивилизации. Потому что одновременно с этим страшным терактом в Еленовке мы узнали о страшных пытках украинского солдата, когда его пытали, резали канцелярским ножом. И опять же, они открыто это демонстрируют, этот ролик снимают. Что это? Как вы можете это характеризовать? И вот такое открытое варварство. Это маниакальная сущность, которая передалась от одного человека правителя к его подчиненным. То есть сдана была команда полностью, начиная с Ирпения, с Бучи, ни жалеть, ни мирное население, ни военнопленных, никого. И полностью уничтожать. И вы правильно сказали, это испытание, но в первую очередь испытание не международных партнеров, не международное сообщество. Это испытание для украинской нации. Мы все должны увидеть, что хочет с нами сделать конкретно Путин. Потому что его задача, это украинскую нацию полностью истребить. Вот смотрите, что происходит. Людей массово депортируют, мирных людей, когда заходит российская армия. Вот Ирпень, Пуча и так далее. Просто убивают, насилуют мужчин на временно оккупированных территориях, которые там абсолютно нейтральны. Ведут под принудительную мобилизацию и ведут на убой. Украинских военнопленных просто берут и взрывают. И потом еще в этом Украину обвиняют. Военнопленных, других, в том числе иностранцев, просто убивают на допросах. Это все ведет к тому, что Путин просто хочет показать его приспешнике, что он хочет делать с украинской нацией. Мы на это должны смотреть и внутренне настраиваться к длительной борьбе, к борьбе на победу. Брать пример с наших воинов в ВСУ, с нашего верховного главнокомандующего, с волонтеров гражданского общества. И ведь каждое жестокое преступление Путина, оно показывает то, что он ничего не может с нами сделать, он бесится и поэтому дает такие больные маникальные приказы. Я как раз хотел спросить, а не свидетельствует ли вот это зверство доказательством того, что действительно они просто бессильны, что вот вот уже ничего не будет. Я к этому уже и подводил. Вот смотрите, был Ирпень, была Буча, войска стояли возле Киева, но у них ничего не получилось. Они там Януковича, Захарченко привозили, хотели там постановить, но президент не убежал. Вооруженные силы Украины остались на местах, приняли бой. Гражданское общество начало помогать заниматься волонтерством и так далее. И они не могут понять, они завидуют в душе нашей свободе, нашему национализму, нашему патриотизму, что мы вот такие, что мы готовы идти вперед до конца, несмотря ни на что, зная, зная наперед. Ведь никто ж не знал, тогда, 24 февраля, какая российская армия на самом деле, что фактически мы пошли против, как ее называли, второй армии в мире, в кавычках говорю, но мы пошли до конца, и они прекрасно знают, что насколько же у нас много этой свободы, патриотизма, как мы любим нашу страну, это их действительно обессилие. Что ж, именно так, обессилием до конца. Спасибо, Павел. С нами на связи был Павел Лисианский, правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований безопасности.